Следствие проверит Бушозом глава СВ Мирошникова по делу экс-главы банковского отдела ФСБ Черкалину, которого при обысках изъяли 12 миллиардов рублей. Речь идет о возможной организации Мирошниковым преференции для экс-владельца Югры Хотина. По данным РБК, следствие проверяет Валерия Мирошникова на возможную причастность к организации преференции для экс-владельца Югры Алексея Хотина в рамках дела экс-главы банковского отдела ФСБ Кирилла Черкалина. Подробности у Нади Грушевой. Мирошников работал в агентстве по страхованию вкладов 15 лет. То есть с его основания. Отвечал за подбор внешних юристов-консультантов. Собственно, эта деятельность давно вызывает нарекания бывших банкиров и кредиторов банков. Процедуру банкротства проходит более 400 банков. Банкротные дела длятся годами. Есть многочисленные случаи, когда за эти годы вся конкурсная масса растворялась. При этом значительная доля средств доставалась юристам, которые сопровождали дело. По данным РБК, следователь изучил телефонную переписку Черкалина и Мирошникова и решил проверить бывшего менеджера АСВ на возможную причастность к организации преференций для экс-владельца Югры Алексея Хотина. В декабре прошлого года по этому банку в рамках банкротного дела юридическим консультантом стала компания «Вектор права». Источник РБК утверждает, что владелец этой компании Черкалин и Мирошников – друзья. На прошлой неделе АСВ сообщило, что Валерий Мирошников покидает свой пост, но два банкира рассказали ДБЛ и проекту, что Мирошников находится за границей с момента начала дела Черкалина, то есть уже месяца два. Оба банкира рассказали, что в преддверии отзыва лицензий Черкалин и Мирошников предлагали им за деньги решить будущие проблемы. Первым открыто обвинил Мирошникова в вымогательстве опальный банкир Пугачев. Это произошло пять лет назад в рамках разбирательства в Высоком суде Лондона, где экс-сенатор оспаривал заморозку своих активов по иску АСВ. По данным Форбс, тогда же Пугачев сообщил в письме Владимиру Путину о вымогательстве и угрозах со стороны Мирошникова. Надя Грушева. Главу банковского отдела управления КФСБ Кирилла Черкалина задержали 25 апреля. В ходе обыска у Черкалина было изъято около 12 миллиардов рублей. Из Подмосковья в Центрапе, оттуда в Кремлевский Централ и под суд. Гемпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу в отношении экс-министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова. Он предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве и растрате, которыми бюджету Подмосковья был причинен ущерб в 13 миллиардов рублей. Почему звучат разговоры о том, что он может избежать наказания? О судьбе бывшего чиновника, которого вернули из Франции, Наталья Шашина. Сейчас имя Алексея Кузнецова уже подзабылось, а сумма растраты хищений на 13 миллиардов рублей больше не кажется беспрецедентной. В каком-то смысле его фигура выглядит как отражение своей эпохи, нулевых, когда он занимал пост подмосковного министра финансов. С одной стороны, Кузнецова обвиняют в миллиардных хищениях. С другой, как отмечали эксперты, министр, в прошлом топ-менеджер Инкомбанка, использовал свои финансовые таланты. Область стала привлекать в бюджет деньги через облигации, и жители Подмосковья до сих пор помнят, как в то время строились дома, стадионы и бассейны. Правда, может, в этом и нет особой заслуги Кузнецова. Тогда, в начале нулевых, деньги были. А сам Кузнецов и его жена, американка с белорусскими корнями, покупали пятизвездочные отели в Куршевеле, антиквариат и дорогие автомобили. Даже когда Кузнецов покинул родину на частном самолете, несмотря на розыск, раздавал интервью в Париже. До тех пор, пока не был задержан во Франции в номере фешенобельной гостиницы, где жил под своим именем, ни от кого не прячась. О бывшем чиновнике правительства Подмосковья, которым тогда руководил Борис Громов, рассуждает ведущий эксперт Центра политического анализа Михаил Захаров. Губернатором Подмосковья в тот момент был человек, которого точно можно назвать символом эпохи. Настоящий генерал, победивший на конкурентных выборах, коммуниста. И такие люди, они обычно не очень понимают в деньгах и находят себе уменьких мальчиков, которые хоть что-то понимают про деньги. Этим человеком пололик в Кузнецов. Дальше в консерватории суд Сибирь, как у Жваневского, это тоже в определенном смысле символ эпохи. Я бы, правда, все-таки символом нулевых назвал бы многочисленных бизнесменов, которые в какой-то момент садились. Но можно вызывать и финансистов, которые вдруг оказывались фигурантами уголовных дел. В Генпрокуратуре напоминают, что над делом работают уже 10 лет. Только 5 из них Россия добивалась экстрадиции Кузнецовой из Франции. И только с начала этого года он был заключен в Кремлевский Централ. Хищения, о которых заявляет следствие, происходили с 2005 по 2008 год, что вызывает вопросы, а не сечет ли вообще срок давности по этому делу? Комментирует управляющий партнер московской коллегии адвокатов Юрасов Ларина Партнера Владимир Юрасов. Срок давности это сумма, цифра, которая берется из санкции той статьи, по отношению к которой уголовное дело. Максимальных санкций. К примеру, мошенничество в особо крупных размерах. Санкция по части 4 статьи 159, это примерно 15 лет лишения свободы. Соответственно, вот это максимальный срок привлечения. Если человек находится в розыске, то этот срок 15 лет, он приостановится. Насколько мне известно, из СМИ. Господин Кузнецов находился в большой период времени в международном розыске. Страна Франции его не выдавала. Поэтому нельзя исключать, что этот срок давности привлечения к ответственности, он был приостановлен. Поэтому я считаю, что не зная, было ли это, либо нет приостановления, сейчас говорить о том, может ли это являться основанием для его освобождения, я бы сказал, что это излишнее. Можно вспомнить, чьей еще выдачи России удавалось добиться. Например, выданного Швейцарии экс-министра атомной энергетики Евгения Адамова признали виновным в мошенничестве и дали условный. А экстрадированный из Польши бывший зампрокурора Подмосковья Александр Игнатенко, обвиненный во взяточничестве, сейчас тоже на свободе. И, как напоминали ведомости, следствие в отношении него ведется уже почти 10 лет. После того, как этой зимой Париж выдал Кузнецова, звучали прогнозы, что теперь стоит опасаться и другим беглецам. Например, банкиру Пугачеву. Впрочем, о громких экстрадициях с тех пор пока не слышно. Помощник Полпреда или польский шпион, арестованный по подозрению в госизмене Александр Воробьев, мог передавать за границу секретную информацию Совбеза. Об этом сообщает издание «Знаком» со ссылкой на два источника. А источник РБК в ФСБ подтвердил, что при обыске у помощника Полпреда нашли документы заседания Совбеза. Воробьев, помощник Полпреда, президента Уральском федеральном округе, Николая Цуканова о задержании и аресте чиновника стало известно в конце прошлой недели. Имел ли он доступ к секретным сведениям, об этом Наталья Шашина. И в Екатеринбурге, центре Уральского округа, и в Калининграде, с которым связана большая часть карьерного пути Воробьева, о чиновнике говорят, что он ничем не запомнился. Человек, который даже в суде не снял с лица шапку-балаклаву, начал работать с Николаем Цукановым в 2005-м, в небольшом калининградском городе Гусеве. Потом получил репутацию его правой руки и семейного юриста. А когда в прошлом году Цуканова назначили на Урал, как пишут СМИ, Воробьев был одним из двух человек, прилетевших с ним в Екатеринбург. Сейчас там активно обсуждают дело о госизмене, хотя официально о нем известно крайне мало. Журналисты муссируют информацию, что у чиновника найден польский паспорт, а в нулевых он учился в Варшаве. О шпионском деле против помощника Цуканова рассказывает шеф-редактор интернет-газеты «Знаком» Дмитрий Колизев. Нам источники в ФСБ говорили, что его подозревают в том, что он мог передавать на Запад какие-то документы, которые связаны с работой средств безопасности РФ, потому что Николай Цуканов является членом средств безопасности. Но в то же время мне источник полторитета говорил, что у самого Воробьева был достаточно низкий уровень допуска государственной тайны, и каких-то там особых секретов он официально получить не мог. По сути, третья форма допуска не дает доступа к гостайне и даже не является ограничением для выезда за рубеж. С другой стороны, в кулуарных беседах никто мог и не спросить у чиновника, какая у него форма допуска. И президент Союза офицера группы Альфа Алексей Филатов не исключает, что помощник полпреда и правда мог знать секретные данные. Я допускаю, что помощник мог, в принципе, что-то услышать от своего патрона и, в общем-то, это каким-то образом систематизировать и наравне с другими какими-то документами, которым он был допущен, делать какие-то справки, которые уже представляли собой документы грифа секрета. Издание «Знаком» выдвигает версию, что Воробьев связан с делом против поляка Мариана Радзаевского, осужденного по обвинению в попытке вывести из России комплектующий к С-300, который производят в том числе в Екатеринбурге. Но какая конкретно связь, не ясна. Да и сами обвинения в шпионаже против помощника полпреда вызывают сомнения, говорит главред Калининградского издания «Новые колеса» Игорь Рудников. Даже то обстоятельство, что у него какая-то звукозаписывающая аппаратура была съята при задержании, меня наводит на мысль, даже если это специальная аппаратура, то есть не айфон какой-то с уносным микрофоном, а действительно какое-то спецсредство, то я бы больше поверил в то, что он записывал все переговоры или переговоры иных лиц в окружении губернатора, или лиц, которые взаимодействуют с правительством, не только чиновников, но, возможно, и бизнесменов, силовиков. В первую очередь, как сбор компромата в интересах своего хозяина. Допускаю, что теоретически он мог заниматься какой-либо вербовкой, но опять-таки, а где тогда загербованные лица? Мы же не слышали о новых арестах, о том, что разоблачена какая-то сеть. Местные журналисты ищут политику. Одни называют Цуканова человеком из окружения Медведева. Другие приводят слова источников, якобы Цуканов еще в Калининграде помогал семье бывшей супруги президента, а также патриарху. Так или иначе, во вторник, во время визита Владимира Путина в Екатеринбург, Цуканов был рядом с главой государства. Но об аресте своего помощника, помещенного в Лефортово, пока никак официально не высказался. Источники издания ОРА.РУ утверждали, что Цуканов во вторник решит вопрос об увольнении своего помощника Александра Воропьева, однако официального подтверждения пока не появилось.